всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начиная новый влог и как я обещала да я буду включать во влоге какие-то свои домашние дела которые я делаю в течение дня ну пусть не все да но какие-то из них обязательно буду включать свои видео вот но здесь после завтрака как обычно такая легкая уборка на столе мы кстати уже убрали елку в эти выходные и практически все новогодние новогодний декор практически весь у нас остался только вот этот вот баночка в виде деда мороза в которой мы храним конфеты она очень классная я ее покупала в ленте точнее мой младший сын можно так сказать вот и очень она удобная хочу просто может быть не деда мороза что-то другое на замену ему на стол и и там хранить как раз таки конфетки вот разбирающую посудомойку он девчонки мои тут отдыхает 1 здесь старая на ковре лежит все как обычно все при мне так сказать вот и когда я занимаюсь такими домашними делами я кстати все время слушаю аудиокниги сейчас слушаю татьяна полякова детективы какие-то но я слушаю что-то такое ненапряжное просто она мне там ду 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 да и при этом я что-то делаю и слушаю мне это очень нравится слушая всегда в наушниках потому что особенно когда дома много много нас всех вот то конечно мне мешает нормально слушать а в наушниках как раз удобно и послушала и делами позанималась в общем аудиокниги для меня конечно ну я не знаю я обожаю их и постоянно на постоянной основе что-то слушаю кстати татьяна полякова мне очень понравилось как она но книги и и да ну бывает такие не очень интересно бывает очень даже прям заслушиваешься ну конечно же буду варить обед сегодня у меня такой легкий супчик на курином бульоне с макарошками звездочками здесь я делаю зажарку к супчику я морковь зажарку всегда кладу но немного и я ее не нарезаю а натираю на терке в таком виде мои любят именно в таком виде да все это немножечко обжариваю и потом уже добавляю в супчик также конечно же туда будет картошка и еще я картошку сразу же поставлю буду делать крошку картошку запекается крошка картошка где-то порядка часа вот у меня где-то и я ее стала еще делать из очищены уже картошки так моим мужчинам нравится больше хотя по мне так лучше вот в кужуре она получается именно такая как мундире да такая ну более ароматная как мне кажется у меня всего лишь одна большая картошина остальные я как уже тоже говорила добавляю по 2 я его так протыкаю чтобы она лучше пропеклась и не подгорела снизу по 2 и даже у меня здесь будет по три картофель на чтобы получилась ну такая порция целая можно заранее кстати отварить они запекать в духовке и так можно сделать но когда запекаешь картошечку в духовке она получается как-то на мой взгляд вкуснее и буду отправлять в духовку где-то примерно до час но и теперь буду заправлять наш супчик вот такие у меня звездочки барила вообще макаронные изделия барила очень мне нравится вкусные и не развариваются не в супе и не в каких-либо других блюдах ну то есть получается вообще отлично в общем добавила их конечно же добавляю еще соль мою любимую куркуму буквально чуть-чуть и добавляю еще паприку сухую тоже придает такой аромат супчику очень мне нравится немножко черного перчика сюда как обычно чесночок сухой тоже добавляю практически во все блюда потому что он придает такой очень то есть все блюда получается сухим чесночком такие прям ароматный вот и буду также сюда еще добавлять сухой укроп он у меня уже практически закончился вот но тоже люблю сухой укроп везде и везде его добавляю ну что супчик у меня готов я уже выключила вот такой то у меня получается такой достаточно густой я так сказала вот они больше не разбухает они в кашу вот эти вот звездочки не превращаются очень прикольные вообще вот эти макаронные изделия барила они очень хорошие вот но он у меня сейчас будет настаиваться потому что мы и с девчонками и с мальчишками решили пойти прогуляться перед обедом пришли снова на финский залив смотрите тоже как красиво небо кажется такой низкая низкая это вот там уладит просвет правда ветер сильно не слышно меня нет жуська бегает красиво вывела своих вывела своих парать одних парать вторых побегать он жившим конкретно потом придем будем обедать как красота очень красиво видите кажется небо такое все близко близко до земле к полосочками прикольно а вода вон желтая до бочка а вода там ужасно смотри ноги не промочи выходи из воды а это сейчас не мокро потом мокро будет джузька куда-то побежала сейчас на улице минус один несколько дней в конце недели было плюс 2 плюс 3 вообще все конечно сейчас потаяло и у нас все в городе то секрет вот этими всякими агентами нет с одной стороны это хорошо другой стороны плохо вот и дороге очень очень скользкий сейчас ловили не ариты ну пусть она бегает все так не пристал зачем я сюда привела чтобы она набегалась доллар а ты к ней пристаешь далеко же не убежит она же до кронштадта не добежит далеко же эти . там такая вот там маленькая это она вот так что у нас очень скользко чтобы она не дает кататься не горочку тут нашли они там смотрите как хорошо видно вот там вот эта дамба вот это уже кронштадт видите как хорошо видно горочка нашли катаются мальчишки а вот этот рядышком с нами на не убегать никуда да босенька думал хорошую девочку следишь за ними да а джузька влад не валяйся там мокрая джузька вон она сейчас тут немножко погуляет ветер пойдем домой ненадолго мальчишки в этом катаются друг друга катает вон их охраняет бегает за ними я так как бы на берегу встаю они по льду катаются эти за ними ходят такая она охранница у меня молодец это что джузька джузька вот видимо если что спасать будет хотя самой скользко уже несколько раз это подскальзывалось сейчас ко мне идет будет типа хозяйка пошли отсюда видите и скользко лапы скользят у боны выдала идет в раскорячку смотрите какой у нас красавчик в елочке живет да кто красавчик в елочке пора елочку убирать уже там и так уже не доживет до следующего года благодаря вон кому и так же нужно мне еще погладить на всю следующую неделю я стараюсь не копить белье гладить все сразу но не всегда так у меня это получается иногда бывает накапливается слишком много опять же видите я в наушниках и меня спрашивали по поводу утюга это philips это парогенератор ему тоже наверное лет семь уже если не больше не он очень нравится я без него не знаю мне кажется не справлялась гладит быстро паром все постоянно я глажу паром нет у него никаких режимов все на одном режиме паром он проглаживает вообще идеально обожаю его если не дай бог сломается куплю себе какой-то такое же единственное что видите вот там где водичка до в самом утюге там вот образуется ну такой налет его очень сложно промыть то есть нужно раскручивать всю конструкцию вот это вот и муж говорит что часто это делать не стоит иначе вот место где саморезики да она будет в общем там портится поэтому я не так часто сам вот этот контейнер для воды чищу а так его чистить у него специальный есть такой выход и там выливается вот эта вся накипь но утюг просто потрясающе сейчас наверное уже кучу новых всяких моделей но для тех кто много гладит в особенности кто гладит рубашки мужчинам да и себе тоже блузки я очень советую потому что буквально раз-два и все идеально проглажено очень люблю его правда глажу только также этот парогенератор хорош для тех кто не любит гладить потому что глажка процесс глажки проходят намного быстрее но здесь достала картошечку я ее разрезаю и теперь буду разминать в такое пюре добавлять туда сливочное масло и у меня там колбаска и сверху сыр можно как я уже говорила курицу с грибами или просто грибы в каком-нибудь сливочном соусе то есть начинку можно и фарш какой-то положить начинку абсолютно любую можете посмотреть в интернете у меня такой детский вариант я в основном для детей дело хотя муж у меня тоже с огромным удовольствием это кушает так что такой вот у нас будет сегодня ужин видите я вареную колбаску сверху кладу сыр и снова отправляю духовку при температуре 180 градусов но вот пока сыр не расплавится там буквально минут десять у меня наверно постоит и также сегодня к крошке картошки я буду делать овощной салат просто помидоры огурцы никакой зелени у меня дома нет ничего больше нет поэтому у меня будут просто помидорчики огурчики и заправлю все это дело я сметаной вот такой овощной салатик принципе мы любим и едим его на постоянной основе вот как раз подошла моя крошка картошка буквально ну минут десять да вот сыр так расплавился немножечко корочка такая появилась и все можно уже вытаскивать и кушать вместе с салатиком вообще получается очень вкусно мужчине например можно еще что-то там кусочек мяса какой-нибудь добавить сюда но дети у меня едят просто вот эту вот картошечку и очень очень нравится вот но а вечером мы продолжаем просмотры фильмов про всяких разных и в этот раз смотрим новые приключения аладдина озвучивает филипп киркуров тут и дети все мои ну такой фильм нам не особо сможем понравился так что да в общем сегодня буду уже кстати главный герой очень похож на филиппа киркурова в этом фильме вот но я на сегодня уже буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую и до новых встреч до новых встреч